Хорошо. Сейчас у нас с вами время второго доклада. Его будет делать человек, в том числе интересов, которого не объятен. Вот, и что немаловажно, он не только, скажем так, увлекается чем-то, но и находит время для этого, а не добавляет в закладки «прочитать потом». Поэтому, Валерий, достало ваше время. Спасибо, Сергей, спасибо. Так, ну, в Годели я не так много работаю, как Дима, всего лишь пять лет. Вот, Java занимаюсь немножко больше, чуть больше десяти. Ну, а в свободное от работы время занимаюсь робототехникой, интернетом вещей, умный дом, всякие железячки, о чем можно будет побеседовать в перерыве. Вот, ну, тема сегодняшнего доклада – это микросервис F-Prot за один день. Вот, ну, соответственно, на примере одного заказчика мы это все рассмотрим. Для начала нужно понять все определения, что такое микросервис. Чтобы понять, что такое микросервис, нужно понять, что такое монолит. Вот, ко мне уже обращались к этим вопросам, я специально добавил несколько слайдов. Вот, допустим, нам нужно сделать какое-то приложение, в котором будет база данных, слой доступа к данным, бизнес-слой, презентационный слой, ну, и пользователь все это будет видеть. То есть, если все это сделано в одном репозитории, в одном компоненте, то это называется монолит. В принципе, вариант рабочий, если у вас приложение небольшое, пожалуйста, делаем, выпускаем, никаких сложностей. Зачем усложнять, правильно? Вот, ну, этого есть предел. Вот, то есть, как по пропускной способности, как по тому, сколько человек с этим может работать. Соответственно, если у нас хотя бы две команды начнут работать с этим или больше, то это может превратиться вот в это, вот. На смену монолиту пришла микросервисная архитектура, когда у нас разбивается все на отдельные микросервисы. Например, с базой данных работает один микросервис, остальные запрашивают по REST-у у него данные, бизнес-логика в другом микросервисе. Это все отдельные репозитории, отдельные пайплайны, сборка и так далее. UI еще в одной команде. Соответственно, люди меньше пересекаются, контактируют по API. Вот, ну, то есть, призвано улучшить ситуацию. Но все равно это можно превратить в вот это, когда у нас будет уже месиво из этого всего. Хорошо, с микросервисами понятно. Что такое продакшн? Продакшн окружения. В принципе, если у нас, опять же, простой сайтик, который мы запустили на ноутбуке, вот, пожалуйста, самый простой продакшн. То есть, под нагрузкой немножко перегревается, добавляем охлаждение, но все работает, все довольны, все смеются. Вот, да. У каждого продакшн свой. Мы, конечно же, будем говорить все-таки про более широкий продакшн, то есть, клауд. Вот, ну, есть там разные поставщики и так далее. Вот, то есть, нам нужно запихнуть наш микросервис в облако. Ну, и теперь минутка математики. Что такое один день? Один день 24 часа, правильно? 24 часа – это 3 умножить на 8. Соответственно, у нас для диплоя есть 3 рабочих дня. Как не все подумали, что у нас всего лишь за один день нужно сделать, правильно? Хорошо. Но иногда, конечно, получается это сделать быстрее. Реально в рабочий день. Вот, ну, мы не перерабатываем, поэтому 8 часов всего лишь. Хорошо. Как же все-таки быстро поставлять приложение? Ну, вообще здесь две стороны есть. То есть, девопсы и девелоперы. Когда у нас абсолютно новое приложение, которого нет в продакшене, то здесь, конечно же, работают больше девопсы, да? То есть, нужно все настроить, чтобы оно вылетело в продакшен. Когда мы ежедневно обновляем приложение, добавляем новые фичи, пилим наш микросервис, здесь уже, конечно, работает команда девелоперов. Вот. Ну, кстати, это реальная команда из Годова, но не разработчики. Добро пожаловать в Годов! Вот. Кто бы хотел работать в такой команде? Кто бы не хотел. Да. Соответственно, мы все-таки больше разработчики, и мы будем говорить больше про ту часть, которая касается написания кода, и немножко, конечно, будем затрагивать девопсов, потому что тенденция очень хорошая кросс-функциональность. То есть, каждый немножко должен иметь и девопсить. То есть, по-любому мы настраиваем какие-то Jenkins'ы, пайплайны, докеры, то есть, мы с этим как-никак крутимся. Поэтому без этого никак. Да, в команде может быть отдельный суперкрутой девопс, там, либо на старте проекта, либо все время, который все это настраивает и делает за вас. Но все должны уметь. Хорошо. Какие методологии нам позволяют поставлять быстро приложение? Кто знает, что такое CI, CD и CD? Почему здесь CD два раза написано? Пожалуй, по-деплайменту или... Правильно. Вот. Рассмотрим подробно все эти процессы, как и было в буклете написано. Вот. Там было CI и CD. Хорошо. Что же все-таки CI в себя включает? CI говорит, что все разработчики должны иметь возможность запускать быстро и постоянно сборку и запускать тесты. Правильно? То есть, это все работает автоматически. Вот у нас зелененькие квадратики. Прямоугольнички. Все довольно просто. То есть, должна быть какая-то сборка, не локальная, а какой-нибудь Jenkins. И все постоянно после каждого комитика, все собирается быстро. Это не так, что там мы запушили, через месяц она собралась и непонятно где она. Что такое Continuous Delivery? Соответственно, на нашу сборку добавляются acceptance тесты и деплой на staging автоматически. Прошу заметить. То есть, мы запушили, оно задеплоилось, ну и все счастливы могут пользоваться этим. В production деплой остается ручной. То есть, на staging нам понравилось, мы нажали кнопку и оно полетело в production. То есть, здесь обязательно должна быть кнопка. Это не так, что вы берете руками там джарку, закидываете, она там как-то распаковывается. То есть, это уже не будет являться Continuous Delivery. Ну, Continuous Deployment здесь практически то же самое, только что оно автоматом улетает в production. Да? То есть, смотрите. Так, а где здесь? О, ничего себе. Запушили, оно собралось, прошли какие-то тесты, еще раз прошли тесты. Задеплоилось на staging, задеплоилось в production. Ну, еще какие-то смог тесты запускаются. То есть, вот это вот все у нас должно пройти за один день, как я вам и обещал. Ну, как бы, я не знаю, сколько надо тестов написать, чтобы оно сутки работало. Понятно, что это дело будет довольно быстро все работать. Если это маленькие микросервисы, все красиво поделено, то довольно быстро может все залетать. Ну, да, зачем усложнять, правильно? Хорошо. Теперь более подробно рассмотрим все эти процессы. Continuous Integration. Ну, здесь уже конкретно на примере нашего заказчика. То есть, как мы работаем. Поскольку у нас Java конференция, я вставил картинку Java. Здесь могла быть любая другая, например, .NET. Я знаю, здесь люди пришли, будут спрашивать, а чем Java лучше .NET. Да, то же самое, только бесплатно. Вот. Пишем какой-то код нашей любимой идеи, коммитаем в Git, пушим все в Bitbucket. Bitbucket вызывает Jenkins. Jenkins, используя MAU, скачивает зависимости, прогоняет тесты на G-Unity. И делаем Docker Ours с нашим микросервисом. Вот. Если это у нас была библиотека, то, соответственно, на G-Unity все заканчивается. У нас появляется JARC, которую мы используем в наших проектах. Вот. Имея Docker образ, мы все-таки запускаем acceptance-тесты для каждого микросервиса. То есть, поднимаем Docker Compose. Вот. Наше приложение, зависимые сервисы, база данных, накатываем схему. Ну, если сервисов у нас много, то, конечно, мы не хотим их все поднимать. Это будет много памяти, кушать и так далее. Это будут большие зависимости. Вот. Мы используем WearMock. Вот. То есть, ну, про это тоже буду говорить. Соответственно, начинаем наше тестирование. Изолированное. То есть, поднимается сеть, настраивается база данных, запускаются тесты, и оно стабильно должно все красиво работать. Вот. Опять же, используется подход BDD, для которого мы используем J.B.H. То есть, у нас есть требования от заказчика, бизнес-аналитик их пишет, уточняет, то есть, их готовит команде. То есть, given, van, them, то есть, ну, все знают, все пользуются. Вот. Соответственно, за многие годы работы на проекте у нас практически не было ни одного бага. То есть, все находится на стадии разработки. Вот. Потому что это все, все это работает в нашей ветке. Это не на стейже, не в продакшене. Все тестируется. Ну, а уже S.D.E.T., как он сейчас называется, это Software Developer in Testing, тестируют на стейже. Вот. Иногда, да, бывают случаи, когда в реальном окружении, вот, когда уже реальные сервисы используются, допустим, вместо Wearmock, либо вместо, ну, еще какие-то параметры, появляются какие-то моменты, и, соответственно, разработчик вынужден вносить изменения. Хорошо. У нашего заказчика нету Continuous Deployment, а есть Continuous Delivery. Вот. Что это значит? Это значит, что вот это вот все, что я вам рассказывал, происходит автоматически. Ну, конечно же, нам код надо писать со сборкой автоматически. Добавляется, добавляется RunDeck. RunDeck. Что это такое RunDeck? Это Job Scheduler, Job Executor. То есть, тула, которая умеет запускать разные джобы. Ну, их, конечно же, надо настроить, там, девопсы, например, их настраивают. Да, у нашего заказчика своя команда девопсов, поэтому мы, в принципе, туда сильно не обникаем. Где-то мы копипастим их джобы, чтобы они работали так же, как у них. Ну, и, соответственно, RunDeck умеет деплоить на Stage и на Prod наши микросервисы. Будь то новый микросервис, будь то старый, то есть, и каждый разработчик имеет доступ. То есть, на Stage деплоить какую-то версию, либо на Prod. Последние пару месяцев наш заказчик переезжает с Docker Swarm на Kubernetes. То есть, все это сейчас деплоится на два environment, на самом деле. Ну, Stage у нас есть и свой дата-центр, и в Амазоне. Вот, но уже Swarm отключается потихоньку. То есть, сейчас процесс перехода идет. Вот. У нас no downtime релизы. То есть, ну, это нам позволяет в середине рабочего дня взять и задеплоить новую версию. Правильно? Будет то на Stage и на Prod. Вот. Единственное, когда сервис был недоступен, это когда пришлось базу данных мигрировать со своего дата-центра на Амазон. То есть, пришлось выключить, выключить зависимые сервисы, maintenance mode и все. То есть, ну, это единственный случай на моей памяти, когда наше приложение не работало. Хорошо. Есть Kubernetes, ну, и конфиги у нас хранятся в папете. То есть, это настройки приложения, ссылки на другие сервисы и так далее. Вот. Ну, а continuous deployment у нас нет. Идем дальше. Чтобы мы могли быстро, красиво это все деплоить в Prod, и чтобы у нас голова не болела, вот, чтобы мы хорошо спали, мы должны деплоить приложение, которое качественное, правильно? Которое не сломается там где-то ночью, и мы должны быть уверены, что оно полностью покрыто тестами. Правильно? Про unit-тесты и про integration-тесты я не буду говорить, потому что это, в принципе, тема такая. Съезженная. Вот. Лучше поговорить про acceptance-тесты, да? Например, у нас есть два сервиса, да? Сервис 1, вот мы пишем, мы хотим его протестировать acceptance-тестами, то есть поднять Docker, Docker Compose, окружение, загнать какие-то тесты, given when them. Вот. Но он использует сервис 2, который использует, в свою очередь, базу данных. В сервисе 2 тоже, возможно, есть какие-то acceptance-тесты, вот, возможно, это просто крут какой-то слой и так далее. Вот. Он уже протестирован, то есть нам его не надо трогать. Соответственно, в нашем Docker Compose мы что, мы берем, просто поднимаем контейнер с базой, контейнер с LiquidBase, который накатывает эту схему на базу, сервис 2 поднимается, потом поднимается сервис 1, и мы запускаем наш тест. Все как бы просто и красиво. Но что если у нас сервис 1 использует еще сервис 3, например? Хорошо, ладно, добавим еще контейнер. А те, в свою очередь, еще сервис 4 используют, а тот сервис 5. И, короче, так вот, миллион микросервисов. Что тогда делать? Ну, как бы Docker Compose не резиновый, памяти у нас немного, соответственно, все поднять мы не можем. Вот, правильно? Тут два варианта, я вижу, простых. Это, первый, использовать WireMock. То есть что-то мы можем поднять, например, мы хотим, он тесно связан, мы хотим в паре их тестировать, да? Мы себе берем, быстро поднимаем, остальное мы через WireMock макируем и все. То есть некоторые сервисы, допустим, сервис 5, мы не можем в Docker поднять его, какой-то third party, например, или громоздкий сервис. Его либо в Docker до нас не запихнули, либо нам это займет очень много времени, ну, его там поднять. Соответственно, используется WireMock, и это ускоряет нашу разработку. Мы макируем вызовы, проверяем и запускаем наш acceptance test. Что делать, если у нас бизнес-логика размазана по нескольким микросервисам? А мы хотим иметь вот эти acceptance test, которые от начала до конца проверяют работу нашего приложения. Мы выносим, выносим эти тесты в отдельные репозитории. Вот. После сборки каждого микросервиса запускается джоба, которая спускает вот эти acceptance test. Ну, и здесь уже, в принципе, они выделены в отдельную джобу, пускай они работают чуть дольше, например, там 15 минут, да? А если здесь работают, там, по 5 минут эти тестики, соответственно, после мержа запускается полная вот эта вот система после каждого вот этого релиза компонентика. То есть мы убеждаемся, что наш продуктик работает правильно. Вот. Это один подход. Это в изолированном окружении, докер-окружении. То есть мы здесь сами все настраиваем, как мы хотим. Вот. Используем последние версии всех сервисов. Ну, и второй подход запустить прямо на стейже. Почему нет? У нас есть стейдж готовый, правильно? Это уже такие end-to-end тесты. Мы можем запускать их еженочно, проверять, что все, что на стейже сейчас корректно. Вот. Для тестирования мы, возможно, подготавливаем какие-то данные в базе, какие-то сервисы мы там поднастраиваем. Запускаем наш тест и проверяем на выходе, например, что данные либо в базе сохранились, либо сервис 5 отработал. Вот. И на стейже. Ну, есть у этого подхода тоже какие-то свои проблемы, свои плюсы. Плюс в том, что оно уже поднято. То есть мы тест мгновенно запускаем. А минус в том, что кто-то параллельно может там тоже работать и помешать работе ваших тестов. То есть это надо особым образом писать тесты, чтобы они были изолированы. То есть порядок запуска тестов, чтобы не влиял, чтобы другие данные не мешали и так далее. То есть под этим надо беспокоиться. В этом случае, когда у нас поднимается в докеры, в принципе, у нас изолированная среда, база пустая на старте. То есть мы тест стартанули, он должен повторяться у всех одинаково. Здесь же, конечно, оно уже работает чуть по-другому. Но зато тестируются какие-то там более реальные сервисы, которые там могут быть все-таки замокированы и так далее. И запускается ежемощно. Если утром мы приходим, что-то сломалось, ну, естественно, мы видим, что надо смотреть. Либо кто-то задеплоил какой-то сервис, вот, либо какие-то проблемы там на Jenkins. Хорошо. Есть еще такой вид тестов у нас, как контракт-тесты, которые тоже запускаются ежемощно. Например, какой-то поставщик. Мы используемся, пользуемся их услугами. Он выставляет API, мы пишем какой-то сервис-адаптер небольшой. Вот, и мы по API-шке, по REST, например, ходим туда за какими-то данными. Вот, пока мы разрабатывали, все было круто, у нас адаптер работает. Ну, там, допустим, когда-то они взяли, выпустили новую версию, нам не сказали, у нас все сломалось, прям, не знаю, на стейже, на проводе. Хорошо, если на стейже. Вот, что для этого делается? Пишется контракт-тесты, который вызывает наш адаптер, тестирует адаптер, то есть связь между этими двумя компонентами. То есть они могут напрямую сюда ходить, проверять, что там есть, а потом все-таки делать вызовы через адаптер. И ежемощно запускается. Если кто-то на стейже выкатывает новую версию, мы автоматически ее тестируем. То есть тоже прекрасно ее работает. Вот. Так, теперь поговорим про системы контроля версии. Ну, сейчас уже все, наверное, используют гид. Вот, наверняка. Ну, стоит упомянуть про стратегии ветвления. Здесь, на данном слайде изображена стратегия с долгоживущими ветками. Вот, как видно, ветка дев есть, ветка релиз, делаются какие-то фичи, сливаются в дев, потом они, возможно, заливаются на какое-то окружение, там они тестируются, там отстаиваются, потом оно попадает в релиз. То есть если у нас по спринтам мы работаем, то мы как-то накапливаем, и потом, я не знаю, кто-то ночью просыпается, выключает сервер, деплоит эту версию. Ну, это больше, как по мне, подход для монолита. Да, когда мы собираем там целый спринт, например, целых там полгода. Вот, ну, это вообще прошлый век, то есть не надо так делать. Как надо делать? Есть фича. Протестировали, написали код, покрыли тестами, залили в мастер. Мастер залился на стейдж, там юэтишник пришел, посмотрел, все хорошо, залили в прон. Все, что ждать? Вот, все красиво. Ну, бывает некоторая сложность. Ну, например, мы создали commit c3 на основе commit c2. Вот, кто-то создал commit c4, тоже c2, ну, и при этом он как-то быстро умудрился смежить, да? Вот, а мы делаем еще commit c5, вот, и мы такие создаем pull request, вроде все хорошо, конфликтов нету, файлы у нас не пересекаются, например. Ну, ну, и мы, соответственно, можем смежить, да? Какая здесь есть проблема, кто видит, кто знает? Какая может быть здесь проблема? Сборка здесь зеленая, здесь зеленая, вот здесь сборка, может упасть? Может, правильно, потому что могут быть конфликты более глубокие, то есть, да, если, например, здесь подняли версию Spring Boot, а здесь мы добавили тест, который старый Spring Boot использует, здесь все проходит, здесь все проходит, как бы, а здесь уже все падает, правильно? Казалось бы, там зелено, там зелено, а в итоге, вот, даже если нет конфликтов, рекомендуется перемещаться на последний мастер. Ну, тут два варианта, либо мы делаем мерж, то есть, каким образом? Мы берем себе мастер, подмерживаем, то есть, появляется новый commit, соответственно, мы имеем build, ну, зеленый, конечно же, должен быть, вначале он может быть красным, мы увидим, да, что-то сломалось, но это на нашей ветке, это до мастера, ну, и мы его фиксуем, либо еще один commit делаем, либо, ну, другими разными способами, вот. Минус в том, что дополнительные коммиты появляются, вот. Ну, и, соответственно, если мастер, пока мы будем мержиться, возможно, кто-то еще смежится, и мы будем постоянно вот так вот до межи. Вот, ну, понятно, рекомендуется делать небольшие pull-requests, небольшие ветки, чтобы конфликтов было минимальное число. Второй вариант — это сделать rebase. Соответственно, мы перетаскиваем наши коммиты поверх нового мастера, тоже имеем build, то есть, фиксим, если нам надо. Минус в том, что нам в худшем случае придется мержить конфликты в каждом, в каждом коммите. То есть, если при мерже мы только один раз это все делаем, то здесь можем каждый. Вот, ну, и при rebase здесь может получиться так, что C3 окажется абсолютно нерабочим. Вот, с C5 мы, допустим, пофиксим, чтобы нам сборка прошла, а здесь как есть. Ну, и, соответственно, все мержим в мастер, и все понятно здесь. Хорошо. Pull-requests, ну, или мерж-requests. Я думаю, что вы все работаете с мержикрестами, правильно? Создаете, ревьюете. Что мы делаем, когда мы видим дофигища файлов вот здесь, очень много, да, и такой скроллинг, маленький-маленький. Что мы делаем? Худшее, что мы можем сделать, это взять... Раскрыть. Взять, закрыть. Закрыть. Да, просто закрываем, это самое худшее, что мы можем сделать. Немного лучшее — это взять, деклайн сделать. Написать, пожалуйста, разбей, зачем ты это делаешь? У меня нет времени, мне жалко свою жизнь, там, это ревью, да. Вот. Хорошо. Как можно разбивать pull-requests на более мелкие? То есть, ну, это такая практика, которая позволяет нам чаще и постоянно мержиться и выходить в продакшн, да. Это все для этого мы делаем. Ну, здесь стоит взять опыт, конечно, разбития бизнес-требований на куски. То есть, в данном случае мы можем, например, по итерациям делать, да. Там нам нужно сделать, например, какое-то приложение, в котором несколько страничек, и они все там затрагивают все слои. Там и бизнес-слой, презентация, и слой базы данных. Первый спринт мы такие, ну, хорошо, мы сделаем там, все UI-ки набросаем. Там вторую итерацию мы там еще что-то добавляем. Последнюю итерацию мы добавляем базу данных, там, ну, и, наверное, у нас все получится. То есть, такой, не знаю, а-ля водопад, да. Конечно же, лучше разбивать вертикально. Когда мы говорим, мы работаем только с одной страницей. За первую итерацию мы можем ее сделать, допустим, одну бизнес-часть, но при этом по всем слоям. Начиная от базы данных и заканчивая интерфейсом. Правильно? Классный подход. Поскольку мы используем микросервисы, это вот эти вот все кусочки должны быть в разных компонентах, да. И мы можем разбить. Кто-то работает с UI, кто-то работает там с бизнес-логикой, кто-то работает с данными. Уже наши pull-request'ы будут намного меньше, правильно? Если у нас, нежели когда у нас был Monolith, да. Хорошо. Бывают такие ситуации, что нужно очень много кода добавить, чтобы там поддерживать базу данных. Правильно? Можно и REST выставить, и базу, и там LiquidBase, например. Ну, LiquidBase вообще можно в отдельный репозиторий тоже закинуть, правильно? Отдельно база, все. Вот. Допустим, в слое бизнес-логики нам нужно дописать клиент, который и на базу будет ходить, клиент в сторонние сервисы ходить, какую-то бизнес-логику, валидацию. Все это, конечно же, стоит разбивать на отдельный pull-request. Например, добавили мы какой-то клиент, покрыли его тестами, он может в коде даже быть не использован. Мы выкатываем pull-request, он ничего не ломает, мы его поставляем даже в production. Все. То есть, это, кстати, про тот вопрос, когда клиент хочет, чтобы мы загрузили в production неработающий функционал. Да вам, пожалуйста. Java-классы есть, и все, ничего не ломает. Вот. То есть, несколько подходов, как разбивать pull-request на более маленький. Хорошо. Ну, а клиенты вообще, кстати, можно выносить в отдельные репозитории, которые будут собираться жарко, и подключаться к нашему проекту. Хорошо, с этим понятно. Ну, вот еще одна приятная вещь, которая у нас на проекте есть, это автомерж. То есть, имея определенное количество опробов, зеленую сборку, Jenkins приходит такой, говорит, а, смотри, я могу тебе смежить. Хлоп, и все, а ты такой не успел докоммитать. Ну, ладно. Если pull-request, в принципе, создал, то как бы, ну, как, извини, ну, уже там, вот, как бы уже люди поревьювали, там, и так далее. Вот. Вообще, в нашей команде не только Jenkins, как видно, мержит, и не только Lead, а, в принципе, все разработчики имеют возможность мержить. Ну, все, кто поработал на проекте хотя бы определенное количество времени, которые знакомы с архитектурой, с последствиями, знают, что такое и так далее, как… Только ты. Нет, 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 нет. Как работает delivery pipeline, вот, как это все делается. То есть, прекрасная, прекрасная методология. Мне она очень нравится. То есть, я ничего не делаю. Все сами там создают pull-request, аппрубуют, мержат. Вот, то есть, вообще ничего делать не надо. Отлично. Хорошо. Ну, теперь поговорим, конечно же, про контейнеры, без которых вот этот вот delivery будет очень долгий. То есть, ну, никто сейчас жаркий, надеюсь, ну, и варки там не деплоит. Вот. Если деплоить, то лучше к нам переходить. Хорошо. Вот как все радуются контейнерам. Окей. Что у нас с базовыми образами? Ну, с недавних пор, даже не успел заметить, из каких, у нас используется ZOO OpenJTK. Альпин. Ну, наверное, из-за того, что он там поменьше весит, там, повыкидывали что-то лишнее, добавили что-то нужное. Вот. Не знаю, ни я не выбирал, ни не спрашивайте, почему. Вот. Соответственно, в нашей компании делаются базовые образы, которые мы используем для сборки наших микросервусов. То есть, есть это образ JDK, в котором есть Java и Maven. Ну, и JDK, естественно. И JRE. JRE в Docker файле участвует. То есть, итоговая наша сборка основана на JRE. Мы подкладываем туда нашу Spring BootJark, и, ну, как бы все взлетает. Вот. Как они тегируются? То есть, есть версия Java. Это, например, 11.0.4. Версия Maven 3.6.0, например. Ну, и версия сборки. Вот. Соответственно, несколько сборок можно иметь. Ну, сейчас, да, у нас Java 11 всего лишь. Ну, ждем RTS, там, в принципе, добавить они сильно сложно. В Docker все что угодно. Быстро мы добавляем, на вирусы просканировали, все прекрасно работает. Вот. Ну, и New Relic для мониторинга в продакшене. Хорошо. Как мы тегируем наши компоненты? То есть, есть какой-то Docker Hub компания, мое крутое приложение, и вот версия 2.3.0, например. Нет, все просто. Это, на самом деле, версия исполнки. Вот. Мне этот подход очень нравится, потому что по гид-истории я могу найти легко Docker image и задеплоить его. Там будет он на stage, на prod. Я могу проверить, моя фича на stage, она на prod или нет. То есть, по commit-хэшу я тоже это могу, в принципе, сделать. Вот. Но есть проблема у commit-хэша в том, что невозможно понять по двум хэшам, какой из них последний. То есть, мы не знаем, если 2.3.0, 2.4.0, мы знаем, что 2.4.0, ну, конечно, это же новее, чем 2.3.0. По хэшам тут как бы непонятно. Есть у нас такая тула, как ping-дашборд, где расположены микросервисы и окружение, staging, production и так далее. И там вот эти вот версии видны. И, соответственно, мы видим 2.3.0. Она где? На stage есть? Есть. На prod нет? Ага, ну, отлично. Все, закидываем наоборот. Когда у нас commit-хэш, мы такие, хм, c5, c5, а что это такое? И, соответственно, тяжело голосом сказать, а за теплой, пожалуйста, версию, там, c3.2.0.6.6.6.5. Чего ты сказал? c2.0.3.5, ну, короче, надо копировать и так далее. Можно использовать build.id. Здесь, в принципе, тоже у нас по нарастающей идет. Можно будет видеть, какая версия раньше, какая позже. Но здесь мне не нравится подход в том, что он завязан на Jenkins. То есть у нас поменяется Jenkins, если билды с нуля опять пойдут. Что там? Надо подгонять как-то Jenkins, подкручивать там 1150 билдов. Допустим, мы прошли уже. Как быть здесь? И по истории коммитов мы не можем понять вообще как бы как. Да, можно теги добавлять. На самом деле мы добавляем теги для помм-версии, но они и так в коммитах видны. Вот. Ну, и date, там похоже на build.id, в принципе, с датой вариант неплохой. Иногда бывают у нас проблемы с помками, когда все-таки pipeline не отрабатывает, и уже с тем же самым, с той же самой версией докер имидж запушить не получается. То есть добавили настройку, что перезапись образов не работает. Вот. Но она крайне редко встречается. Вот. В общем, как мы тегируем. Ну, с базами тоже довольно все просто. Используется LiquidBase. С нашими чинсетами, авторолбеки. Вот. Здесь все понятно. В продакшене докер для баз данных не используется. Ну, то есть, наверное, не очень хорошая идея. Мы использовали докер для тестирования в наших acceptance тестах. То есть, например, собирается наш LiquidBaseJark. И ее можно, этот скрипт теперь можно накатить. Но зачем нам в тестах постоянно это накатывать, если мы можем сразу же собрать докер образ с нашей схемы и в acceptance тестах сразу берем и такие, хоба, у нас контейнер со схемой уже есть. Да. Вот. Но эти хобсы, девопсы почему-то были против этой идеи. Говорят, ребята, вы в проде это не используете, поэтому мы не хотим хранить ваши контейнеры. Ну, не знаю. Ваши имейджи. Поэтому пришлось обратно везде LiquidBase раскатывать. Вот. Как же все-таки создать новый компонент? То есть, это уже вот эта первая часть девопсами, когда мы выкатываем новый компонент абсолютно. То есть, про то, что мы можем каждый день выкатывать наши все версии, тут все понятно. У нас есть pipeline, есть run-dex, все настроено, мы там каждые 5 минут можем новую версию клепать. Вот. Как же все-таки новый компонент? То есть, да, приходится нам постоянно выпускать новый компонент. Есть Java Skeleton, так называемый, у нас в репозитории. То есть, это репозиторий, в котором какие-то абстрактные понятия, там, имена Java 11, Spring Boot 2, Mavon. Вот. Ну, на основе этого проекта создается новая проекта. Вот. Для этого нам нужно подставить всего лишь имя. Вот здесь где-то есть имя микросервиса, по определенным правилам она создается. Вот. Дальше. Ну, скелетон Java, это понятно. Проект, поскольку у нас в Bitbucket очень много проектов, очень много команд работают. Ну, соответственно, запускаем эту джобу в run-dex, и она вам создает 4 pull-requests. Вот. Нам ничего делать не надо, просто 3 кнопки, тогда уже ADC-шник может любой справиться. Вот. Хорошо. Что это за pull-requests? Первый – это вот тот наш Java Skeleton. Потом, вот, он попадает, подставляется туда в помку, имя репозитория, в класс пассы, короче, в пакеты, везде подставляется он с помощью скриптов там. И висит pull-requests, но без сборки. Следующий pull-requests на Jenkins. Для того, чтобы Jenkins знал, где находятся исходники, вот, путь к этому сервису Bitbucket. Вот. Потом создается джоба в run-dex, для того, чтобы run-dex знал, как деплойт наше приложение, знал, что вот у него имя такое-то, деплойт его нужно туда-то и туда-то. И, ну, это все стандартная конфигурация. И puppet. Puppet с настройками нашего приложения, в которое в последующем мы можем добавлять некоторые параметры. Вот. То есть вот эти три – мержа, техопс и девопс. Из-за этого мы, конечно, можем не один рабочий день потратить, а три. Бывает даже пять, когда техопсы очень заняты переездом в Amazon. У них все горит, поэтому, да, бывают разные случаи. Бывает за день они все помержат, и у нас уже приложение взлетает, и на стейдж наоборот. Вот. Ну, и когда у нас Jenkins job омержатся, у нас появляется job для нашего Java кода, и мы, соответственно, уже своими силами ее мержим, и она автоматом залетает на стейдж. Классно? Вообще замечательно. Вот. Доступ к этим исходникам у нас, в принципе, тоже есть. К этим мы тоже делаем pull-requests. Если есть желание, можно взять, там, обновить Spring Boot и так далее. И он во всех новых проектах уже будет. Не только в наших, которые копируются из этого. Супер. Как выглядит наш pipeline сейчас? Ну, да. С прошлой презентации он уже вырастет значительно очень много степов. Ну, понятно. Вначале мы клонируем репозиторий. Потом, в данном случае у нас релизная сборка, да? Мы должны версию инкрементить. То есть что мы делаем? Вот здесь мы убираем snapshot и собираем уже с нашей релизной версии. Билдится джарка без тестов. Дальше QA это PMD чек-стайл прогоняется. Потом юнит-тесты отдельно, интегрэшн-тесты отдельно. Джарка тестируется на вирусы. Потом собирается образ. Запускаются функциональные тесты, про которые я уже говорил. В общем, публикуется все в Docker Hub, в артефакторе. Сканируется образ уже на вирусы. Запускается рандек для деплоя. Ну и готовится к следующей девелопмент-итерации. Вот. Ну здесь, да, довольно все стабильно. И занимает суммарно, ну сколько здесь, 7 минут, 1-1, 40-40. Ну, долго бывает. Но никто за этим не следит. То есть оно там отрабатывает, и там минут за 10, глядишь, уже на стей же все появилось. Вот. Хорошо. Ну, как этот пайплайн создать? Вообще есть Jenkins файл. Но на самом деле в проекте у нас используется просто build.java. Девопс настроили таким образом, что основной пайплайн, Jenkins знает про него, и мы вызываем его по имени, и вот там можно декларативно вот это вот все прописываю, все, что мы хотим. Вот. Если нам надо изменить, мы, в принципе, можем написать весь этот пайплайн. Вот. Ну и вот последняя вещь, про которую я хотел бы поговорить, это delivery pipeline, да. Этот слайд на самом деле очень древний, взят с прошлой презентации 4-летней давности, когда у нас еще был DF-IKEA, с которым было много проблем. То есть после мержа приложение автоматом попадало на DEV, да. И эта тулла, она трекает, когда, трекает переходы, когда версия какая-то деплоится на QI окружение. Потом его кто-то раз руками задеплоим на QI. Она там висит некоторое время, проходят ночные сборки на QI, ну и потом она только попадает на Station, да. Ее нужно руками опять же деплоить. Вот. Потом она тестируется ее айтишником, и после этого попадает в прот и пропадает из этого экрана. То есть, что здесь следует отметить? То, что если какая-то версия висит не на прозе больше недели, тогда уже идет процесс обсуждения. Почему она здесь висит? Потому что другая команда идет, выпускает следующую версию, да. Вот. И спрашивают, ребята, мы уже протестировали, а вы что, до сих пор не в породе? Как бы, ну давайте поживее. То есть, реально, ну, в пород должно выходить, ну, не дольше недели. То есть, если это дольше, то стоит задумываться, что мы делаем не так. Вот. Ну, это я к тому, что тема-то все-таки за один день. Вот. Вопросы? Докер это хорошо, но в каких случаях он вообще противопоказан к применению? Вот вы сказали, что базы данных стоит запускать, а в каких случаях еще не стоит его использовать? Докер, докер. Ну, свою идею, например, в докере я бы не запускал. Что-нибудь UI в докере я бы тоже, наверное, не запускал бы. Ну, хотя, что, если там… Где UI запускать? Не, ну, на своей машине, там, Linux, пожалуйста, ставьте, и все, и прекрасно работает. А, UI в смысле не frontend, а в смысле там какие-то куишки? Ну, да, 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 да. Ну, например, Jenkins, которая там… Ну, как легко запустить Jenkins? Docker run Jenkins. Все, он сразу стартует, ну, чисто по API-шнику. Соединяетесь и запускаете. То есть, ну, он вроде как UI, но оно по ресту работает, и, в принципе, нормальная тема. Но что-то там идею, например, я в докере не запускал бы. Вот. Базы данных, да. А так микросервисы, ну, на прозе базы данных. В тестах базы данных имеет смысл запускать. Опять же, есть тест-контейнеры, такая тема, ну, про нее я не буду говорить. Вот, можно использовать, хорошая тема. Вот. Ну, так, без понятия. Да, хорошо, спасибо. Да. Сергей. Ну, конечно, меня извините, я три вопросика задал. Присадил все. Буду стараться. Первый вопрос – это pipeline. То есть, то, что я увидел по обеспечению качества, это мы только проводим API-тесты, и мы проводим 93-тесты для среды паки компонентов. А как мы проверяем другие колики-атрибуты? Ну, например, если у вас какой-нибудь статик-код-анализис для того, чтобы пробовать, что наш код Мэйдена на нобру. Есть ли какие-нибудь инструменты для проверки конкуренции? Есть ли инструменты для проверки security? То есть, ну, покуда я увидел только, ну, один атрибут, который мы, в принципе, мы тестируем АМИ. API, acceptance, да, бизнес-логику. Ну, смотри, у нас есть PMD-плагин для Мавана, который в свою очередь тестирует, как бы, грамотность кода, вот, CheckStyle-плагины. Был еще Sonar, вот, но почему-то его перестали использовать, вот. Но PMD-CheckStyle выполняет некоторые функции. Опять же, у нас тестирование на вирусы по security, ты говорил, есть, и JARC-а тестируется, и, опять же, X-Ray Scan тестирует докер-образы. Ну, в принципе, я, на самом деле, не могу ответить конкретно, что они там тестируют, вот, ну, что это девопсы добавили в наш pipeline, да, вот. Нам это добавилось из коробки плюс 5 минут к ожиданию, вот, но, то есть, команда девопсов за это отвечает. То есть, к сожалению, не могу сказать. Хорошо, и то, что я не увидел и не понял из картинки, это шаг, когда у нас приложение попадает на прот. Вот, как вы делаете rollback? Rollback. Если вдруг чего-то так, какой поттер применяете? Поскольку deployment у нас ручной, мы заходим в Rundec, выбираем наше приложение, вводим туда версию, там, Jira ticket, причину деплоя, и деплоим, да, на прот. Вот, если мы, ну, мониторим, видим, что что-то идет не так, мы точно таким же образом вводим версию, ну, предыдущую, которая была, да, то есть, ну, вручную. Почему не рассматриваете что-нибудь типа green, blue и автоматом? В текущем подходе устраивает, в принципе, ручной деплой, то есть, не хотят они пока делать автоматические вот эти вот все вещи, вот, лучше, ну, наверное, бояться еще, то есть, больше контролировать, то есть, хотят… Да, это следующий шаг, continuous deployment. И, Валерий, мой заключительный вопрос, который вы сможете потом выбрать самый лучший, он, правда, из-за какашки в самом начале, и, как бы, есть, ну, по моему глубокому убеждению, то есть, люди, которые… промутают микросервисы, они очень часто ссылаются на такие известные кейсы, как Netflix, как Uber, для примера, как Amazon, что объединяет все кейсы, на которые все ссылаются, что микросервисы – это был результат эволюции, это не было революции, это была эволюция, и, как бы, когда, ну, и очень часто, вот, когда много маленьких каташек получается, это как раз-таки микросервисная революция, когда люди без понимания бизнес-домена, без понимания функционала что-то начинают делать, вот, ну, и эволюция – это когда мы начинаем монолизировать, мы делаем модульными, и когда нужно, все уходит в микросервисы. Принципы, вот, когда сказать, мы начнем с эволюции, то есть, с модульного монолита, или мы начнем с революции, начнем, хреначи, сразу с модульного сервиса. Хороший вопрос. Какое решение вы предпочтете и какой ваш предпочтет? Хороший вопрос. Да, на самом деле в истории у нас был этап эволюции, то есть мы работали над новым продуктом, вот, ну, соответственно, мы создали базу данных, ну, и к ней какой-то там обработчик, да, мы напрямую ломились в эту базу, начали читать из очереди какие-то сообщения, обрабатывать, создавать другие сообщения и на UI-ку отправлять. Вот, потом мы такие видим, что у нас уже тестов много, ну, и, соответственно, начали разбивать. Вот, вынесли отдельный обработчик, ну, в отдельный микросервис, стало уже как-то легче, то есть там та логика хранится, здесь та логика, то есть, ну, клево. Потом еще разбили, еще разбили, для базы вынесли отдельный слой, который по Ресту позволяет к базе обращаться. Вот это да, у нас была эволюция. Потом мы поняли, что, угу, зачем нам каждый раз проводить эволюцию, потому что это, в принципе, дольше. Давайте сразу к базе отдельный использовать, ну, микросервис, которым все могут достучаться. Если мы видим, что у нас нет реальной операции, а мы видим, что там несколько разных бизнес-задач будет обращаться к этому, к базе данных, тогда мы сразу разбиваем, делаем отдельно, ну, база, понятно, отдельно, микросервис для доступа к базе, и уже по бизнес-задачам делаем разные компоненты. Вот, то есть, ну, есть некоторые наработки, по которым мы, как это, рисуем вот так вот, здесь один микросервис, здесь второй, то есть, должно получиться хорошо. Ну, либо, знаешь, когда разные команды работают, мы такие, чтобы нам не пересекаться, давайте вот вы здесь будете, а мы здесь, то есть, все как бы. Вот, ну, примерно такие случаи. Да, Дмитрий. Я просто хотел дополнить немножко Валеру, да, то есть, чтобы Сергей, да, получил полноценный ответ на свой вопрос. Тут что-то и заключается в чем? Классно, когда у тебя есть идиопс-культура, да? То есть, у тебя есть инфраструктура, которая способна работать с микросервисом. Если просто Сергейтус смешивает про отставку это, идиопс-культуры совсем нету, то… Ну, не идиопс-культура, главное, ну, ведь это с микросервисом. Главное разделить, выделить контексты функциональные, потому что, если ты вначале неправильно выделил контексты, ты потом будешь пытаться переколбасить это все. Ну, и такая проблема есть. Я скажу, это не проблема, не дебопс. Есть подхода. Понятное дело, если мы сразу пытаемся космические правы запустить, да, ну, и его надо разбить какие-то чалости, подготовиться и все остальное, оно возможно, ну, то есть, ты сразу заходишь как бы с козырей и говоришь, все, мне точно надо дебопсов, туча, давайте мы все разобьем на микросервисную структуру и так далее. Если тебе нужно запустить какую-то ерунду, то готовить для этого кучу инженеров, праздник денег, инвестировать в микросервисы вообще не видимо. Ну, так было локальное окружение. Вот на тот самый маленький, да, охлаждаемый компьютер на лоттоп и вперед все. Ну, это, вот это эволюция, то есть делаем простой, а потом пихаем, ну, как бы… Потому что микросервисы потребуют логик централизован, потребуют мониторинг, потребуют… Да, 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 да. И еще другую всякую привидень, которая… Все правильно, поскольку у нас создание микросервиса занимает не так много времени до одного дня, да, вот, как было обещано, соответственно, уже есть определенные наработки, например, какие-то листынеры делаются для чередей, могут, ну, отдельно делаться микросервисом к базам данным, как я говорил, сервисы. Ну, то есть уже сразу разбивается, то есть уже никто там сильно не считает, там… Кстати, на один микросервис по стандарту выделяется 128 мегабайт памяти, то есть там, чтобы Java стартануло, ну, и работало. Вот, в принципе, хватает, то есть поэтому разбивается. Окей, я просто приведу пример. Буквально пару недель назад я видел ситуацию на микросервисе, я ее называю, она заключалась в чем? 12 разработчиков, по 17 девопсов, где-то под 60 микросервисов. Ну, я как бы заехал, мне сказали, что там все плохо в этом работе. Ну, это для того, чтобы денежки обмывать. Да, да, да. Ну, у нас опыт был, мы все-таки прочувствовали, эволюционировали, и там появилось порядка 7 микросервисов сейчас. Вот, и вполне неплохо работают. Вот. Ну что, еще вопросы будут? Да. У меня давай вот простые вопросы. Вот, все автоматизировано, согласно, да. Но все потому, что у вас еще кнопочка существует, когда дикоится прот, я так понял, да? Да, да. А если вот продолжить, эти кнопочки нет, и допустим, у нас улетает провод, и все протестировано, ну, есть человеческий фактор, что-то все-таки улетело и не дотестировано, и что-то такое нехорошо улетело. Вот, как правильно в случае с Continuous такой инкоперейшной системой делать? Откатывать на предыдущую стабильную версию и все-таки выкатывать уже новую с фиксом? Как правильно? Ну, смотри, в принципе… Ну да, я имею в виду в контексте, или у вас постоянно всегда автоматизировано… Нет, rollback – это нормальный вариант. Роллбэк – это нормальный вариант, почему? Все ошибаются, то есть все делают ошибки, да, могут там… Один создал пуриквест, два опрунула, то есть пока лид был на обеде, и сломали… Шучу, конечно. Ну, нормальный вариант – откатить назад, то есть откатить – это будет быстрее, чем выкатить новую версию. Надо сделать коммит, надо найти, надо проверить, что он работает. Вообще, по-хорошему, это мы должны воспроизвести этот баг, правильно? То есть, ну, это явно будет дольше, чем две минуты затеплоить предыдущую версию, правильно? Лучше все-таки откатиться, то есть… Ну, либо если у нас по крону запускается раз в сутки, мы пришли утром, оно очень плохо отработало, ну, у нас есть целый день, чтобы пофиксать, то есть тут как бы, ну, смысл откатывать. Главное – вечером не забыть, если не успели. В Aleraga не бывают проблемы с откатом? Бывают, бывают проблемы, поскольку… На предыдущую версию тогда не хочется вскочить? Да, да. Собираются джарки постоянно, и в новой джарке, в последней, содержатся change-сеты и, соответственно, роллбэк для последних изменений. Соответственно, чтобы откатить, нельзя взять предыдущую джарку, потому что в ней не будет роллбэка. Вот. То есть вообще ничего не произойдет. Вопрос еще, если, допустим, уже за сутки, там, по иске, ну, юрис, пользуясь уже какие-то данные, что-то наводил свои, потом, да, закатился и данные пропали. Ну, если какой-то добавлялся на мое поведение. Ну, я… У нас самая популярная стратегия, это тот, который я упоминал, но роллбэк, а это грин, блюд и бой. Ну, да. Ну, я просто, как бы, ловы-тестил, чуть-чуть накатил, посмотрелись. Дело в том, что в нашей специфике у нас бэкэнчина, то есть на 90, там, не знаю, 8%, поэтому, как бы, вручную у нас ввода практически нет. Ну, и, опять же, многоуровневое тестирование, как юнит, интегрэйшн, фанкшнал тесты, плюс UIT-тестирование, ручное на стейдже проводится, SDET наш тестирует, и, как бы, как я говорил, багов у нас практически нет. Все, что бизнес захотел, у нас все есть. То есть… Хорошо. Второй вопрос у меня, вот, вот, про гид, про дженкинские, это подвергивание кэбранчей. Угу. Вот, то, что ты говорил, когда, ну, действия играет какой-то баг, ну, кажется, игрожный какой-то… Ну, сломается, да-да-да. Сломается что-то. Угу. А это можно как-то, ну, будет, вот, в этом руками делать или заавтоматизировали на уровне дженкинса какой-нибудь? Что, когда создается по реквезду, бац, все, ну, макли мастер стянул, бац, и скомпидировалось? Ааа, нет, не автоматизировано. Приходится вручную где-то смотреть. Ну, да, иногда можно не заметить, что, ну, и мастер сломается, в принципе… Мастер сломается, ну, тут какая проблема? В том, что кто-то другой не может с этим мастером работать. Ну, он должен продолжать с предыдущего мастера работать, а эти, ну, ребята, которые сломали, должны экстренно бежать и быстро это фиксать. То есть, ну, наверное, случается такое, но вроде бы как не очень часто. То есть не так, что это активная разработка в двух параллельных ветках идет. То есть, ну, мы стараемся все-таки разграничиваться, что какая-то вот группа людей, которые все-таки общаются сильно, ну, между собой, они делают изменения и они либо ветка на ветке стартуют, а не так, что там один обновляет версию Java, второй версию Spring, а третий там еще велосипед допиливают, и там кто успел, того и тапки. То есть, ну, это плохая ситуация. Я просто дополню, как раз-таки, по-разному. GitHub позволяет, ну, не знаю, есть такая штука, стратегия мержа именно настроить, когда невозможно… А, ну, да, запрещать. …последний мастер. То есть это автоматически проверяется, когда ты нажимаешь кнопку, ну, и… Да. Да, 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 да. Ну… Как вариант, да, то есть тогда точно мастер никогда не забывается. Потому что у нас точно были такие же проблемы. Рядом летал всем мастер, и потом… Ну, мы просто периодически сталкиваемся с таким. Мы не настраиваемся на GenTC, потому что у нас ограниченный ресурс на GenTC, и это как бы замедляет билды. Угу. Нет, так а тут видишь настройка просто… Если есть коммит, просто наличие коммита запрещает тебе… Если что-то ушло вперед все равно… Ну, деклайн я тебе под реквесты. До свидания. Угу. Не потянешь. Так, еще вопросы? Нужна одна? Да, конечно. Меня зовут Женя, я начинающий автоматизатор. У меня такой вопрос, например, здесь есть две команды, допустим, американская и белорусская. И они делают, допустим, автомобиль. Белорусская команда делает одну часть, американская – другую. там у них там по чертежам одни цифры, но когда они его совмещают, получается, что… Вертолет. Команда делала в метрической системе. Ага. Бывают ли такие моменты в разработке? Конечно, что нет. Это интеграция любая, то есть это самые сложные вещи. Вот когда ты в одной команде пилишь, тогда все просто, все рядом и как бы красота. А когда ты интегрируешься с кем-то другим, это да, это самая боль. Особенно third party. Это у нас, наверное, самая большая боль. Когда они там что-то себе пилят, ты их там просишь, чуваки, дай тебе опишку. Они такие, а так она там. И говорят, а там ее нет. И это долгая коммуникация, то есть реально сложно. Поэтому как раз таки вот эти контракт-тесты на это и нацелены, что проверять, что оно сейчас работает и будет работать в дальнейшем. Как только оно сломается, там кто-то допилит какое-то колесо в виперской системе, тогда сразу все упадет. То есть боремся с этим, боремся. Да. Алексей, вопрос такой. Чья экспертиза более важная в моменте, чтобы мы не получили вместо микросервисной архитектуры, там, не знаю, два монолита, или как у меня на текущем моменте 82 или там... Монолит. ...микросервиса, вплоть до того, что проще было маппер добавить в микросервис. Ну, вот как сказал Сергей, все-таки эволюция, ну, хороший вариант, но она дольше, наверное, будет, дороже. Эволюция работает не так. Эволюция работает, что мы имеем 10 вариантов, выжил один, мы его оставили. Мы получили еще 10. Хорошо, тогда назовем это другим образом. То есть это keep it simple. То есть мы строим монолит и потом видим, что делим на части. Вопрос. Когда нам остановиться? У меня уже 82 микросервиса, у нас в некоторых бизнесах даже всех их не видели. Мы такие... Беги, это что? Что это? Пойдем посмотрим. У меня была просто реально недавно таска, где мне пришлось информацию о работе микросервиса подгонять под работу микросервиса. Ну, когда у тебя есть связи, как минимум там к 3-4, тогда нужно подумать. Это то же самое, как у тебя в классе. Сколько ты внедряешь зависимости в класс? Если у тебя больше, например, 5-4, тогда уже стоит класс разбить, правильно? Вот. Подобный подход и в микросервисном мире. Если у тебя микросервис начинает делать слишком много, то его надо разбить. А изначально разбивать? Ну, зачем? То есть, если вы сразу начали 82 клепать, тогда кто-то перестарался явно. Пере микросервис или. Вот. Дальше. Да. Такой немного философский вопрос. После какого этапа развития проекта его можно считать в Legacy? Legacy? Да. Ну, это когда остается один разработчик и баги фиксает, если я не знаю. Любой слабо. Ну, мы работаем над продуктом уже где-то 4 года, которые мы создали. И мы постоянно допилим новый функционал. Я бы не назвал это Legacy. Мы, в принципе, как TechDebt и подняли Java там на этих 5 микросервисах с 8 на 11. Вот. Ну, у нас приходят ребята-мастеры, джуниоры, которым нужно практиковаться. И мы им даем эти крутые задачи. У нас все покрыто тестами. Они там что хотят делают с этой Java, но всем требованиям должно удовлетворять. И, соответственно, они переписывают прекрасно на 11-ю Java. Ну, и это перестает быть Legacy. Правильно? То есть 8-я уже все, уже фу, да? Никто не хочет с ней работать. Ну, нет, 8-я это был, конечно, прорыв в свое время. Но сейчас уже, конечно, есть другие версии, там, вплоть до 16-й, да? В два раза больше. В два раза больше. Да, и быстрее. Да, и быстрее. Какое впечатление данного вашего микросерпса на группу микросерпс? Угу. Хороший вопрос. Было два случая, наверное. Первый – это когда мы использовали сторонний фреймворк Amundo, Task Processing. Вот, соответственно, там у нее своя база, своя UI-ка, там все свое. Внутри Spring, там, в общем, можно… Любой менеджер может мышкой вот так вот напрограммировать, типа, как задачи должны переходить, с какой группы куда. Но она жрет очень дофига памяти там. Она работает с LDAP, то есть это, ну, реально не микросервис, а такой монолитич. Вот. Ну, соответственно, она жрет немножко больше 128. 380 ей, в принципе, иногда хватает. Вот. Поэтому… Поэтому вот как бы это тот случай, когда мы просто памяти добавили. Там… У нас была попытка оптимизировать. Мы перевели ее на более последние версии. Второй Spring Boot туда запихнули. Естественно, новую Java запихнули, как бы. Ну… Вроде как-то работает, не знаю. Вот. И второй момент – это когда мы работали, ну, с такими batch-операциями, когда нам нужно было там несколько тысяч записей вытаскивать. Вот. Ну… То есть там мы с хибернетом игрались, там с фетчами. То есть там игр и этот… Ленивый фетч нам не помогал. Мы строили там графы, чтобы оно там одним здоровущим запросом это все выстраивало. То есть оптимизировали именно данные, чтобы не тянулись за один раз, но все, которые нам нужны, не тянулись те, которые нам не нужны. То есть… Вот. А так у нас в целом операции все асинхронные, что позволяет нам по очереди взять одно сообщение из очереди, обработать его. Если не получилось, обратно в очередь положить, обработать там, сходить туда, 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 положить в другую очередь там, либо в базу. Ну и все, как бы. Ну, мы не гонимся за суперперформансом. То есть, как бы, сейчас память уже не такая дорогая и все-таки… А вот не с точки зрения памяти, а с точки зрения выполнения операций у вас были когда-нибудь рекламенты, что, допустим, данный запрос, ну или какая-либо операция должна выполняться не более, допустим, 5x? Хороший тоже вопрос. Опять же вернемся к нашей этой комундочке. Это наша единственная фронтенчать, где агенты обрабатывают батчи. Вот. Соответственно, это набор каких-то данных, и они могут быть довольно большие, несколько тысяч там других entity, сущностей. Соответственно, они могут какие-то из них опробовать, какие-то исключать. И вот эта вот операция, ну, может быть, занимать многое время, потому что надо сделать разные вещи. Вот. И в силу того, что у нас используется load balancer, тайм-аут 30 секунд, нам нужно успеть синхронно обработать за 30 секунд. Соответственно, вытащить из базы в том микросервисе весь набор данных, произвести манипуляции и отдать назад ответ. То есть, сколько осталось, какая сейчас статистика и так далее. Вот. И вот ради этого мы здесь боремся. То есть, что-то выносим в параллельность, что-то в ассинхронщину. То есть, и... Да. Вот это, конечно, съело наши боли. Вот. Хотим обратно вернуться к очередям у нас здесь. Фронт-эндик, да. Вот. Вот. Хорошо. Еще вопросы? Окей. Тогда теперь я не забуду, какой вопрос был самый лучший. Вот твои вопросы мне очень понравились, но на приз отдадим Сергею за микросервисы. Вот. Вот это такая хорошая тема. Ну, как и из названия моего доклада. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...